В небольшом зале Центра досуга Мамонова прошла очередная репетиция театральной студии «Базилюра». Совсем скоро премьера спектакля по сказке Самуила Маршака «Кошкин дом». Казалось бы, стоит вести детей, но режиссер замечает, сказка будет интересна и взрослым. Все дело в новом прочтении. Помимо классических персонажей появляются оператор и телеведущая, снимающие ток-шоу о жизни кошки. Это режиссерская придумка, которую мы придумали в самом начале, когда только хотели поставить этот спектакль. Изначально у нас была идея выведения всего съемочного процесса сразу в прямом эфире, но после мы от этого отказались, потому как посчитали более логичным и более правильным выводить отдельные снятые кусочки. «Базилюра» существует уже семь лет. Студия представила множество сказок и выдавили. В 2019 году за спектакль «Урок дочкам» по пьесе Крылова актеры стали лауреатами первой степени международного конкурса «Мой шаг к успеху». Первый спектакль, который мы сыграли здесь, это был спектакль «Снежная королева». А если вы помните, там у сказочника были волшебные слова. Снип, снап, снуры, пуры, базилюры. И теперь это стало нашей аффирмацией на выход. Успехи коллектива во многом связаны с отличной режиссурой. Сегодня постановкой спектаклей занимается Екатерина Георгиевна Гусева. В прошлом актриса она с радостью делится опытом с ребятами. У меня специальное образование, просто я сейчас на пенсии нахожусь и живу в этой деревне. И поэтому решила, что как же так, деревня и без театра. На ногах сапожки, а в ушах сережки. На сапожках – лак-лак. А сережки – мля-мля-мля. Все это кошка, звезда телеэкранов, яркая, но пока не нашедшая лекарства от звездной болезни. Ее роль на сцене исполнит старожил театра Екатерина Винокурова. Семь лет назад она самостоятельно ставила игровые пьесы. С появлением в студии опытного режиссера полностью отдала себя актерской деятельности. Екатерина признается, вжиться в роль кошки, чей характер противоположен ее собственному, сложно. Нам Екатерина Георгиевна давала задание, то есть придумать, какие три черты совпадают с характером персонажа, три, которые различают, и это тоже помогает на самом деле вжиться в роль. Сегодня студия насчитывает 25 человек самых разных возрастов. Стать актером Базилюра можно с 9 лет. Амира Мефтахова в постановке играет одну из ключевых ролей. Из всех актеров она самая юная. Я с 6 лет смотрела, как мой брат играет, и мне все время хотелось играть. Сейчас основной состав труппы – старшеклассники и студенты, живущие в Москве, Мамонове и ближайших к деревне населенных пунктах. Я думаю, что основное, что я получаю от театра, это, наверное, какое-то такое внутреннее раскрепощение. Получаю удовольствие от игры на сцене, удовольствие от общения со своими друзьями. Я люблю свой театр, люблю своих ребят, люблю заниматься этим. Премьера спектакля «Кошкин дом» состоится в воскресенье, 27 сентября в 2 часа дня. Александра Столярова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.